МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Домашний компот стал источником вспышки гепатита А в Караганде. Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин. В областной центр доставлена первая партия вакцины. Карагандинские учителя получили возможность повысить квалификацию в лучших методических центрах страны. Подписан меморандум между Акимом области и председателем правления Назарбаев интеллектуальных школ. Выстрелы и взрывы не смолкают на Спасском военном полигоне. Военнослужащие Министерства обороны принимают участие в практическом этапе зимнего периода обучения. Причиной заражения школьников гепатитом А назван компот. Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин. Также чиновник посетил Департамент охраны и общественного здоровья и проверил запасы вакцины. В настоящее время в регионе зарегистрирован 51 случай заболевания гепатитом А. Больше половины больных составляют дети. Напомним, с 8 января в больницы города стали поступать больные, у которых диагностировали гепатит А. Пик заболевания пришелся на 18 января. Самое массовое заражение желтухой наблюдалось в школе номер 58. По словам главного санитарного врача Республики Казахстан Жандарбека Бекшина, причиной заражения школьников стал пищевой фактор. Сейчас, просмотрев, проанализировав ситуацию, проанализировав данные лабораторных исследований, мы сейчас приходим к выводу, что здесь по 58-й школе сработал пищевой фактор. 28 декабря уже прошлого года в школе проводился день отдыха, где ученики старших классов было мероприятие. В ходе этого мероприятия выясняется употребление прохладительного напитка домашнего изготовления. То есть послужил пищевой продукт домашнего изготовления. Вот это причина. В ходе проверок выяснилось, что все заболевшие не были привитыми. Для полной локализации заболеваний управлением здравоохранения закуплено необходимое количество вакцины российского производства. На сегодняшний день на складах имеется 7 тысяч доз. До середины февраля ожидается поступление еще 60 тысяч. На сегодня уже поступило 2 тысячи доз вакцины. До конца недели по графику поступает 5, еще 5 тысяч доз. А в целом будет закуплено 60 тысяч доз. При необходимости по дополнительному договору, уже договор управления здравоохранения Каргандинской области имеется, договор намерения, при необходимости будет поставлено еще 60 тысяч доз. Это по ситуации будем смотреть. Потому что исходя из эпидситуации, на сегодня у нас круповая заболеваемость только в трех школах. Чтобы, как говорится, в зародыши этот вопрос решить, мы провакцинируем всех контактных до 14 лет данной школе. Главный санитарный врач страны отмечает, что по сравнению с другими странами ситуация в Казахстане стабильная. А всплеск желтухи является цикличным ростом заболевания, который повторяется раз в 5-7 лет. В ходе проверок антиген гепатита А был обнаружен в двух овощах – свекле и редьке. Специалисты советуют жителям города соблюдать товарное соседство и правила личной гигиены. Токжан Лянова, Жаслан Окулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Казбекбийский районный суд приговорил бывшего заместителя Акима Абайского района к шести годам лишения свободы. Димаш Сулейменов признан виновным в получении взятки в значительном размере. По версии следствия, полтора миллиона тенге чиновник получил от руководителя фирмы за то, чтобы он беспрепятственно подписал акты выполненных работ на объект, построенный в рамках государственной программы развития регионов 2020. И в целом за дальнейшее покровительство. Заместитель Акима Сулейменов был задержан в июле прошлого года. В бардачке автомобиля было найдено 1 миллион 500 тысяч тенге. Согласно приговору суда, Димаш Сулейменов будет 6 лет находиться в исправительной колонии. Кроме того, у него конфискованное имущество, а также запрещено пожизненно занимать должность руководителя государственного учреждения. Приговор не вступил в законную силу. У карагандинских учителей появится возможность повысить квалификацию в лучших методических центрах страны. Глава области и председатель правления Назарбаев интеллектуальных школ подписали меморандум о сотрудничестве. Данный шаг обещает учителям множество новых возможностей и личностный рост. Акимобласти Ерлан Кушанов считает, что взаимное сотрудничество между Акиматом области и Назарбаев интеллектуальными школами способствует повышению квалификации учителей. Он отметил, что подобные решения позволят карагандинским школьникам включиться в глобальную гонку. Работа, которую проводят Назарбаев интеллектуальная школа, это особенно актуально на сегодня в условиях четвертой промышленной революции, которая объявила послание глава государства. И для молодежи это шанс включиться в глобальную конкуренцию. В современных условиях она должна быть нового формата, с новым современным мышлением. Это и есть наименование нашего будущего поколения. Благодаря подписанию меморандума со стороны Назарбаев интеллектуальной школы будет оказана методическая помощь учителям городов, районов и сел. Будут подготовлены группы тренеров, которые обучат учителей проводить исследования, правильно составлять тестовые задания, а также организовывать воспитательную работу. Руководитель управления образования области Есенгазы и Мангали верно подметил, что обучение является важной частью преподавательской деятельности. Учителя переживают много трудностей. На протяжении десятков лет они находятся в тесном кругу устаревших знаний. Обновленная программа позволит им расширить кругозор. Глава государства неоднократно говорил о том, что для развития общества нам необходима молодежь, которая обладает не только знаниями, но и богатым духовным миром. Кляша Мшеддинова считает, что без нововведения в сфере образования обойтись нельзя. Она отмечает, что современная система образования нацелена на воспитание лидеров. Новые методики обучения вкупе с многогранной подготовкой учителей позволят воспитать детей, нацеленных на результат. Речь идет о том, чтобы мы вырастили людей, которые не просто будут обладать определенной суммой знаний, которые будут иметь возможность использовать его на практике, использовать его в своей жизни. Сегодня цель образования не просто обучать. Цель образования изменилась. Цель образования – это создание благополучия для себя и для окружающих. Вот я, например, считаю, что человек должен быть благополучным во всем. Нельзя не отметить, что в 2012 году был подписан меморандум о сотрудничестве между Акиматом области и Назарбаев университетом. Как результат, в школах города была внедрена программа международного бакалавриата. Данный шаг внес значительную лепту в развитие системы полиязычного обучения. Тоже Анлянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Руководители областных управлений отчитались перед Акимом Карагандинской области о планах на 2018 год. Однако главу региона озвученные отчеты во многом не устроили. От слов надо переходить к делу, такое заявление сделал Аким Карагандинской области и Ерлан Кушанов, выслушав доклад руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития. Также глава региона остался недоволен докладом руководителя управления предпринимательства, в котором не было упомянуто о развитии государственно-частного партнерства, а также доклад о развитии сельского хозяйства. В текущем году ожидается завершение реализации 35 проектов. Общая стоимость 65 и 39 лет создания 746 рабочих мест. Уважаемые гражданцы, прошу согласовывать основные реактивные направления и показатели управления сельского хозяйства. Спасибо за внимание. По вашему направлению первое, сдерживание цены. Ни слова было ни сказали. Это главная задача управления. Регулирование цен на продукты питания. Второе. Обеспеченность собственной продукции внутреннего рынка в области. Что нужно для этого делать? Какие меры должны управления предпринимать? Нарекания получили также руководители управления строительства, энергетики и ЖКХ, пассажирского транспорта. Кроме того, Ерлан Кушанов настоятельно посоветовал руководителям быть более открытыми для общественности и не чураться встреч с населением и журналистами. Этому поспособствуют и предстоящие отчетные встречи Акимов. Глава области также заявил, что ни одно обращение от граждан не останется без внимания. «Ни один вопрос не должен остаться без внимания. Каждое обращение должно быть рассмотрено самым внимательным образом и по каждому должны быть приняты меры реагирования и меры для их конкретного решения». Отчетные встречи Акимов городов и районов стартуют 1 февраля. Вместе с Акимами в них примут участие заместители Акима области и руководители управлений. Отчетная кампания завершится встречей с населением Акима Карагандинской области. Она запланирована на 23 февраля во Дворце культуры горняков. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Владельцев крупных торговых центров призвали усилить безопасность посетителей. В региональной палате предпринимателей состоялся семинар, на котором бизнесменам разъяснили законодательство в сфере антитеррористической защищенности. На протяжении двух лет в Карагандинской области проводятся проверки различных объектов для предотвращения террористических действий. Как выяснилось, не все руководители с должным вниманием отнеслись к новому постановлению об антитеррористической защищенности. В частности, речь идет о техническом оснащении различных детекторов и системы видеонаблюдения. Не все телевизионные системы видеонаблюдения устанавливаются с определенными требованиями, то есть это по периметру объекта, внутри объекта, в местах массового скопления людей, на входных группах. То есть данный срок записи там устанавливается 30 суток. Потом все оборудование, которое устанавливается, в том числе и системы видеонаблюдения, оно должно быть сертифицировано. Сертифицировано оно должно быть на территории Республики Казахстан. Не меньшее внимание уделено и вопросам пожарной безопасности. По сведениям специалистов, в прошлом году на территории области произошло около двух тысяч пожаров, в которых погибло 43 человека. Основная масса пожаров произошла в жилом секторе, но нередки случаи и возгорания на объектах с массовым пребыванием людей. В случае возникновения пожаров, то есть возникает вопрос эвакуации людей, которые, ну например, в торговом доме находится большая численность посетителей. Для того, чтобы все в комплексе мероприятия по террористическому защищению обеспечивались, необходимо обеспечить и пожарный безопас. То есть пожар у нас является как результат террористической деятельности. Поэтому эти два вопроса между собой взаимосвязаны и необходимо обеспечивать выполнение всех мероприятий по пожарной безопасности. Немало вопросов у предпринимателей и к самим силовым структурам. Начальник отдела правовой защиты палаты Азамат Данинбаев сообщил, что требования различных служб иногда противоречат друг другу. Если более конкретно, это те же решетки. То есть антитеррористическое направление, говорит, надо установить решетки, либо какие-то защищенные стекла. При этом пожарная безопасность запрещает установку этих штук. Также пропускные пункты, сурникеты, скуды, которые опять антитеррористическая служба требует установка, противопожарность запрещает, поскольку это препятствует свободному выходу людей из того же горящего здания. И в том, и в другом случае возникает административный штраф у предпринимателей. Представитель областного департамента внутренних дел пояснил, что установка решеток не предусмотрена как по линии пожарной безопасности, так и антитеррористической. По итогам заседания было подчеркнуто, что работа по профилактике, предупреждению и пресечению религиозного экстремизма и терроризма зависит от правильного понимания и исполнения поставленных задач не только заинтересованными государственными органами, но и собственниками объектов. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области полицейские проводят оперативное мероприятие «Автобус». За семь дней сотрудники местной полицейской службы выявили и пресекли более 400 нарушений правил дорожного движения, которые допустили водители общественного транспорта. В Осокаровском районе зафиксированы три факта нелегальной перевозки пассажиров. В Жанаркинском районе остановлен автобус, который был незаконно переоборудован. В 21 случае автобусы выехали на линию без обязательного технического осмотра. 72 водителя разговаривали по телефону во время движения, 8 превысили допустимую скорость. 40 водителей нарушили правила маневрирования. 5 автобусов были поставлены на штрафстоянку. К административной ответственности привлечены 10 сотрудников автопарков. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» началось в регионе 22 января и продлится до 18 февраля. Местная полицейская служба призывает всех водителей общественного транспорта не нарушать правила дорожного движения, быть вежливыми с пассажирами, соблюдать бдительность и внимательность на дорогах. На Спасском военном полигоне уже несколько дней слышны выстрелы. В войсковых частях регионального командования «Астана» проходит зимний период обучения. Военнослужащие приступили к новому этапу боевой подготовки к боевым стрельбам. На Спасском полигоне ни на минуту не смолкают выстрелы и взрывы. Здесь идет интенсивная стрельба практически из всех видов оружия. На всех полигонах вооруженных сил продолжается интенсивная боевая подготовка, в результате которой проводится практическая стрельба из стрелкового оружия и вооружение боевой машины пехоты. Старший сержант войсковой части 31-775 Абласерик Паев рад, что практические занятия проходят регулярно. «Мы проводим полевые учебно-тренировочные сборы. Проводятся они часто. Так как мы являемся защитниками Родины, мы должны хорошо освоить доверенную нам военную технику и оружие». В декабре во всех войсковых частях завершился первый этап зимнего периода обучения. Сержанты-инструкторы и командиры рассказывали личному составу о правилах ведения боя в различных условиях. Знакомились с вооружением и военной техникой. Теперь уже полученные теоретические знания военные закрепляют на практике, тренируясь на полигоне и не обращая внимания на суровые морозы. В стрельбах принимают участие все категории военнослужащих, как контрактники, так и солдаты срочной службы. «Солдаты срочной службы также принимают участие в таких занятиях, то есть в боевых стрельбах отделений. До них тоже, до каждого объясняется, доводится, рассказывается, показываются их тактические действия именно в бою. Именно в боевых стрельбах отделения отрабатываются именно действия отделений». Во время проведения боевых стрельб отделений военнослужащие отрабатывают вопросы ведения боевых действий в городе, горной и других видах местности. В конце каждого этапа боевой подготовки с подразделениями будут проводиться экзамены, по результатам которых командованием регионального командования Астана будет проведена работа над ошибками. По замыслу офицеров, во время таких занятий у военнослужащих также вырабатываются такие качества, как стойкость, сдержанность и ответственность. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауполкстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова